Друзья, всем здравствуйте, вы смотрите канал Политека, как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие, не забывайте это видео, поддержать вашим лайком, подписывайтесь на наш канал и пишите ваши вопросы или комментарии, для нас это очень важно. Сегодня с нами на связи Игорь Александрович Яковенко, Игорь Александрович, мы приветствуем вас. Здравствуйте, да. Друзья, кто еще не в курсе, у Игоря Александровича также есть свой YouTube-канал, обязательно подпишитесь, поддержите его работу. А мы с Игорем Александровичем начнем с такого, наш разговор, американский журналист Сеймур Хёрш утверждает, со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры по линии Герасимов за Лужными, несмотря даже на возражения Зеленского. Знаете, Игорь Александрович, мне кажется, с уровнем его инсайда в целом, когда начинают журналисты опираться на неких анонимных источников, это уже должно вызвать некие сомнения. Что вы скажете? Ну, я думаю, что это ерунда. Я думаю, что ничего этого нет. То есть, с моей точки зрения, вероятность того, что Залужный с Герасимом ведет тайные переговоры, вероятность этого события просто равна нулю. Ну, по очень многим причинам. Понимаете, есть какие-то представления о репутации, есть какие-то представления о целеполагании. Вот все это, с моей точки зрения, исключает какие-то возможности такого события. То есть, вот это вот представить себе, что ведутся какие-то тайные переговоры между начальником Генштаба Российской оккупационной армии и главнокомандующим ВСУ. Ну, я думаю, что этого просто нет. Игорь Александрович, а если говорить не о двух Валериях, не о Герасимове и Залужном, а, к примеру, о политиках, неоднократно я слышал о том, что Соединенные Штаты Америки и спецслужбы Российской Федерации, они между собой могут общаться. То есть, вот такие закулисные переговоры, они в любом случае ведутся, даже несмотря на то, что мы Российскую Федерацию называем страной-террористом. Ну, здесь я не вижу никакой проблемы. Какие-то коммуникации между спецслужбами, конечно, могут быть. И проблем здесь нет. Здесь в любом случае между политиками такие коммуникации возможны. Опосредованные, ну, там, разные, не обязательно между первыми лицами. То есть, совершенно не обязательно, чтобы это были переговоры между главой ЦРУ и Бортниковым. Да, но это может быть вполне. Но это, опять-таки, не имеет никакого отношения к какому-то политическому сговору. То есть, я так понимаю, что, ну, надо подробнее понять, что содержится в этой статье. Говорится ли о том, что, значит, собираются там, я не знаю, за спиной Украины, значит, заключить какие-то мирные переговоры. Ну, там, я не знаю, раздел Украины и так далее. Ну, короче говоря, еще раз, я думаю, что все, что связано вот с такой конспирологией, это не основано на фактах. Это желание просто получить какой-то просмотры, какие-то рейтинги, какие-то... То есть, короче говоря, это все ради хайпа. То есть, я абсолютно уверен, что ничего этого просто нет. Ну, а с другой стороны, мы видим некие такие сигналы от Соединенных Штатов Америки, когда они выходят и пальчиком машут, что они не... Вашингтон не отобряет атаки вооруженных сил Украины по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Так он ответил на вопрос журналистов о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии. Понятно, что это, само собой, такое неординарное. И операция состоялась из нескольких подопераций. И пьет, кстати, в том числе и по китайским интересам. Вот если в целом сложить этот пазл, на что мы выходим? То есть, Соединенные Штаты Америки, они запрещают делать такие действия, поскольку уже боятся не только реакции Москвы, но и по ходу получается и Китая. Вы знаете, здесь идут разные сигналы. Ну, например, Блинкин говорит о том, что Украина вправе использовать оружие, которое ей передается, для своих целей. То есть, на самом деле, вот такого жесткого запрета бить, это одна из самых главных. Вот это одна из самых главных тем, потому что, да, действительно, Украина старается не использовать оружие, которое ей дает Запад, для ударов по территории России. Но вот такого жесткого запрета, такого, чтобы, например, там, я не знаю, Байден или Блинкин говорил о том, что нельзя наносить удары по территории России, такого нет. Значит, здесь, ну, скажем так, я думаю, что вот этот запрет, он в какой-то перспективе будет просто отменен. И Украина, конечно же, имеет полное право наносить удары по территории России. Я не вижу здесь никакой другой перспективы. Россия наносит удары по всей территории Украины, поэтому, ну, так воевать нельзя, чтобы Россия била по всей территории Украины, а Украина отвечала только ударами по своей территории. Так нельзя воевать. И этот запрет, который, так сказать, иногда действительно проявляется, он должен быть отменен. Здесь вариантов других просто нет. В то же время мы видели, как происходил этот всемирный русский народный собор. И Дугин, он анонсировал и объявлял о том, что это будет некое такое историческое событие или там некая сенсация произойдет. Ну, по факту, ни того, ни такого не состоялось, поскольку даже и Путин не приехал. Выступал он по видеосвязи. И многие поговаривают, что как раз на этой встрече ожидался такой резкий разворот в сторону скрепного мира, русского национализма. Но больше этого можно сказать, как некие такие дугинские фантазии? Или кто-то действительно старается подогревать такие настроения в Российской Федерации? Ну, слухи о том, что Дугин является главным идеологом путинской России, это слухи явно преувеличены. Дугин и другие, так сказать, обитатели этого русского народного собора. Все, что происходило, это ритуал. Это ритуальное действие, не более того. Это действие, которое необходимо Путину для того, чтобы как-то оформить вот это, так сказать, такую внешнюю оболочку путинского фашизма. Такой, получается, елейный фашизм. Своеобразный очень. Но эти люди не имеют никакого отношения к выработке внутренней и внешней политики России. Вот никакого абсолютно. И если вы обратили внимание, Дугина даже в телевизоре, так сказать, в последнее время очень немного. Практически нет. Поэтому Дугин может говорить все, что угодно. Это имеет практически нулевое значение. Так что все, что происходило на этом всемирном русском соборе, ну, да, это, в общем, производило впечатление, так сказать, какой-то глубокой архаики. Но это ритуальное действие не более того. А как вы считаете, это была некая задумка режиссеров сделать так, чтобы, когда была общая молитва, в самом начале, так получилось, что вроде бы помолились на Путина, поскольку экран его висел посредине, он выступал с помощью видеосвязи, то, что я вспоминал ранее. Знаете, впечатление такое, что этот съезд, который ранее СССРовский был, вот и помолился хором дружно на Владимира Владимировича. Ну, это было действительно, это был гротеск полный, когда крупное изображение Путина висело на стене, и оно как раз помещалось между двумя образами Иисуса Христа. Получилась такая вот троица, Иисус Христос в середине Путина, а с другой стороны еще один Иисус Христос. Это было, конечно, это чудовищное. Если бы я был верующим, то я бы воспринял это как какое-то святотатство. Вот, это была такая сатанинская троица. Я бы так сказал. Ну, скажем так, я думаю, что вообще все, что происходило, свидетельствует о том, что у людей, организовавших это действие, просто полностью отсутствует чувство юмора. То есть они не понимают, насколько это смешно. Насколько это смешно в 21 веке устраивать вот такие вот совершенно языческие, древнеязыческие действия. Это было дико совершенно. Ну, в конце концов, это такое состояние верхушки российского общества. У них правда нет чувства юмора. Они не понимают, насколько они смешны в конечном итоге. В то же время еще о делах российских с вами поговорим. Москва за год потратила на четыре аннексированные территории столько же, сколько зарабатывают 28 старых, так называемых, регионов. Показали подсчеты ЧДТ на основе официальных данных. Затраты федерального центра оказались в четверо с лишним больше тех, о которых было известно. Это 1,7 триллиона рублей проговорился на встрече с Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Загадка включения этих новых территорий, видимо, Игорь Александрович, она раскрыта. Ведь где можно еще так нормально, простите за это высказывание, срубить бабла? Ну, тем более, мы же понимаем, что многие, мне кажется, затраты идут по закрытым еще и статьям. Я не думаю, что оккупация украинской территории имела главной целью воровство. Это, что называется, бонус. То есть, конечно, конечно, это интересная идея, то, что вы сказали, что Путин устроил эту войну для того, чтобы кто-то мог украсть какие-то деньги из бюджета. Но я думаю, что все-таки это не так. Ну, да, конечно, когда есть возможность украсть, крадут, но цель, конечно, была другая. Значит, целью было, безусловно, политическое удовлетворение собственных амбиций, восстановление, так сказать, собирания, в кавычках, собирания русских земель, доминирование, восстановление Советского Союза. Ну, вот эти вот все совершенно придулые геополитические идеи, ну, по сути дела, имперского фашизма, который в голове, это была цель. Ну, а если заодно можно что-то украсть, ну, почему нет? Так что я думаю, что это побочная цель, которая реализовывается. Ну, а в целом, если говорить о том, каким образом выглядит вот это вот присоединение оккупации, оккупация новых земель, ну, это крайне неэффективная история, потому что понятно, что, так сказать, население этих территорий крайне негативно относится к российской власти. Оккупанты, гауляйтеры чувствуют там себя весьма неуверенно, попытка, так сказать, как-то подчинить население этих регионов заканчивается тем, что там идут постоянные сопротивления, диверсии, ну, по сути дела, действуют партизаны. То есть, на самом деле, захватить какие-то территории украинские удалось, но удержать их крайне-крайне сложно. Я думаю, в конечном итоге Украина вернет себе все свои территории и выйдет на границу 91-го года. Да, мы старанно над этим работаем. Вы знаете, в то же время недавно общался я с российским оппозиционным экономистом, и он мне сказал, что, ну, в среднем, если так, грубо говоря, то где-то процентов 50-40 мы можем говорить о разворовывании или различных откатах. Поэтому это так просто, к слову, вспомнилось как раз наше общение. Я хотел бы запомнить еще тему о том, что США намерены вдвое сократить нефтегазовые доходы России к 2030 году. США будут поддерживать санкции против России еще не один год. И пока Владимир Путин продолжает вести войну против Украины, и даже в случае ее окончания, чтобы не дать ему перевооружиться и продолжить свою агрессивную политику. Об этом в Financial Times сказал Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам. Игорь Александрович, по вашему мнению, здесь американцы, они уже, скажем так, определились. Это политика сдерживания и ров с крокодилами. Ну, с другой стороны, это, мне кажется, не очень хорошая будет новость для и Украины, для которой мечта о победе вот прямо сейчас или там в ближайшее время, она, получается, становится несбыточной. Вы знаете, я думаю, что идея победы прямо сейчас, она уже не актуальна. Ну, да, действительно, год назад или, скажем так, полгода назад на фоне успехов вооруженных сил Украины было такое ощущение, что вот война может закончиться, что уже вот через какое-то время короткое, значит, вооруженные силы Украины выйдут к Крыму и может выйдут к Азовскому морю, и может произойти, так сказать, ну, война может закончиться. Это, конечно, не так. И, в общем-то, на сегодняшний момент, мне кажется, все убедились, в том числе и не только военное руководство Украины, о чем, собственно говоря, генерал Залужный писал в своей статье «Экономис», что, в общем-то, на сегодняшний момент ситуация зашла, война перешла в позиционный характер и быстрой победы не будет. Об этом же говорил и президент Зеленский. То есть, на самом деле, сегодня у военного и политического руководства Украины есть понимание, что эта война затягивается, что победы не будет не только в 2023 году, но и вполне вероятно в 2024. То есть, эта война затянется на годы. И это, на самом деле, кардинальное переосмысление того, что происходит. Это означает, что вот в условиях этой войны придется жить. То есть, на самом деле, придется жить Украине в условиях этой войны. Но, с моей точки зрения, это как раз требует совершенно другого подхода в отношении России. Я абсолютно убежден, что, вот еще раз возвращаясь к нашему сюжету нашего разговора, что удары по территории России, они должны стать естественным и абсолютно закономерным, абсолютно законным проявлением этой войны. Потому что, да, действительно, сегодня вот эта асимметрия, которая происходит, то, что Россия наносит удары по всей территории Украины, а Украина отвечает только ударами по своей территории, и это абсолютно ненормально, это неестественно, и так не должно быть. Украина должна получить дальнобойное оружие, Украина должна получить томогавки, и Украина должна наносить удары по военным объектам по всей территории России. Вот это тот, мне кажется, то следствие, которое должно стать результатом переосмысления войны. То, что война затягивается, война будет продолжаться несколько лет, ну, как сказать сколько, это, конечно, было безответственно, но вот результатом вот этого переосмысления должно стать, во-первых, предоставление Украине дальнобойного оружия, и, во-вторых, не то чтобы разрешение, а восприятие как абсолютно нормального в условиях войны нанесения ударов вглубь всей территории России по военным объектам. Я хочу сказать, что вот когда речь идет именно об этом, то мы же не говорим о том, что Украина ведь не бьет по гражданскому населению. Мы обратим, вот если посмотреть с этой точки зрения на эту войну, то каждый удар России по мирным объектам, как правило, заканчивается гибелью или какими-то жертвами со стороны мирного населения. А сколько человек, сколько мирных граждан погибло в результате ударов Украины по военным объектам на территории России? Ну, практически ноль. То есть мы видим, что Украина наносит удары по военным объектам, по кораблям Черноморского флота, по аэродромам, по военным заводам, но при этом среди мирных граждан не погиб никто в России. То есть погибают военные, погибают люди, которые, наверное, погибают люди, которые обслуживают военные аэродромы, но ни одного случая, чтобы украинская ракета влетела в какой-то жилой дом и погибли какие-то россияне, этого нет. Практически этого нет, это не фиксируется. Даже когда наносились удары дронами по Москва-Сити, не погиб ни один человек. То есть Украина не воюет с мирными гражданами, в отличие от России. Поэтому все разговоры о том, что кто-то пытается запретить бить по территории России, это абсолютно надуманный и это какой-то совершенно дикий запрет. Мне кажется, он должен быть отменен, и на это должны быть нацелены усилия, в том числе и тех людей, которые работают в информационном пространстве. Надо все время задавать вопрос западным политикам. А почему? Почему такой странный запрет? Я понимаю, что не хочется, так сказать, не хочется, что называется, раскручивания войны, не хочется, так сказать, ее эскалации, не хочется бояться, что Путин там в ответ на удары по территории России, так сказать, предпримет какие-то другие действия. А какие? Возникает сразу вопрос. А какие? Все же опираются на ядерную войну. Нет, ну, слушайте, значит, Путин мог бы начать ядерную войну в любом случае, например, в случае, когда был деоккупирован Херсон, в случае, когда шло наступление под Харьковом. В любом случае, если вообще на самом деле вот этот вот ядерный шантаж и, так сказать, вот восприятие ядерного шантажа как чего-то реального, это абсолютно тупиковая история. То есть, если бояться ядерной войны, то Путину надо сдать все. Надо сдать Украину, надо сдать Польшу, надо позволить Путину оккупировать все, что угодно. Потому что если вот эта вот игра в ядерный шантаж ведется с двух сторон, если поддаваться на это, то тогда все, тогда надо просто, ну, как, значит, если воспринимать ситуацию так, что Путин обидится и начнет ядерную войну, ну, тогда все, тогда, значит, надо следовать, так сказать, удовлетворять требования Путина. И, как он с самого начала, еще в декабре 2021 года заявил о том, что, значит, НАТО отползайте, но на границе 1997 года. Тогда надо удовлетворять все требования Путина, иначе ведь он начнет ядерную войну. Поэтому я думаю, что это абсолютно ложная предпосылка, это абсолютно, скажем так, ошибочная, ошибочная тактика и стратегия. Вот нужно, нужно, я абсолютно убежден, что нужно, так сказать, воспринимать как абсолютно нормальное состояние, когда война, значит, война. Путин наносит удары по украинской территории, Украина обязательно должна иметь возможность наносить удары, подчеркиваю, по военным объектам на территории России. Это норма, иначе, войны иначе не ведутся. Такого не бывает, чтобы одна сторона, значит, била по всей территории другой страны, а та не могла ей отвечать по ее территории. И война так не закончится, это совершенно очевидно, потому что война должна предусматривать, так сказать, сокращение военного потенциала России. А этого не произойдет, если Россия сможет наращивать военное производство, а Украина не сможет этому никак препятствовать. Ну, я так понимаю, это как раз и было таким сигналом в недавней статье за экономист, когда они вышли с очень красноречивым таким заглавием «Путин, кажется, побеждает». И как раз многие сначала восприняли это в штыки, а потом, конечно же, можно было уловить этот смысл, что, друзья, если вы продолжите помогать именно в такой тенденции, то есть риск того, о чем было сказано. Но в то же время, Игорь Александрович, не так много времени, и хочу с вами еще кратко, можно в формате даже брить в таком, несколько тем. Во-первых, Лавров сейчас угрожает Молдове, сказал, что следующая жертва. Как это воспринимать, это заявление, есть ли за ним какой-то смысл? Вы знаете, я думаю, что за этим есть один смысл. Надо вот... Тут ведь важно, на какой площадке это было сделано. Это было сделано на площадке ОБСЕ. И еще одна важная черта, важный штрих к этому, что в знак протеста против присутствия Лаврова заседания ОБСЕ покинули, вернее, воздержались от присутствия на этом заседании министры иностранных дел 13 стран европейских. 13. То есть, это означает, что, ну, фактически, Лавров, так сказать, своим участием, по сути дела, уже начал разрушать ОБСЕ. Я думаю, что вот политика европейских стран, вот мне кажется, это такой важный сигнал для Европы. Присутствие Лаврова, присутствие других представителей России, на каких-то форумах Европейского Союза, это вещь совершенно недопустима. Просто нельзя предоставлять трибуну Лаврову. Пусть он, пожалуйста, пусть он из Москвы, там, из, так сказать, из офиса Министерства иностранных дел России говорит все, что угодно. Но вот мне представляется самое важное, это то, что Европа должна все-таки отрефлексировать ситуацию и понять, что европейские страны должны понять, что участие представителей России в каких-то структурах Европы, Европейского Союза, Европарламента, ОБСЕ, Еврокомиссии, просто недопустимо. Просто недопустимо. Пусть он грозит Молдове, странам Балтии, Польше, Соединенным Штатам Америки, но вот это должно все происходить в офисе Министерства иностранных дел или на любых других площадках в городе Москве. Вот это, ну это, понимаете, Путинская Россия – это Хамас. Ну это такой большой Хамас с ядерной бомбой. И представители Хамас могут что угодно говорить, но у себя, вот где-то в этих самых катакомбах под сектором газа. Ну это вот нормально, когда террористы откуда-то вот из катакомб чего-то такое там говорят. Вот Лавров должен говорить все, что он хочет в этом аналоге катакомб, только они находятся на поверхности, это вот Министерство иностранных дел России. Когда все это звучит с трибуны ОБСЕ, это вот это возмутительно. Конечно, Лавров, безусловно, будет по-прежнему грозить. Ну что касается угроз в адрес Молдовы, я думаю, что это пустые угрозы, потому что понятно, что вот сейчас, когда оккупационные войска России довольно сильно увязли в Украине, ему устраивать еще какой-то, еще какой-то один фронт, это, конечно, безумие, этого просто не будет. Ну, Молдове надо просто иметь в виду, руководство Молдовы прекрасно понимает, что такая угроза потенциальная есть, и когда-то она может быть реализована, не сейчас, конечно, но когда-то может быть реализована, и поэтому Молдова сейчас пытается как можно быстрее все-таки двигаться в сторону Европы, в сторону Румынии, и я думаю, что на сегодняшний момент со стороны Лаврова это пустые угрозы, хотя в принципе в какой-то перспективе они могут реализоваться. Но еще раз подчеркиваю, самое главное, конечно, для меня самое главное это то, чтобы страны Европы как можно быстрее осознали, что участие таких, как Лавров, в организациях типа ОБСЕ, Европарламента, Еврокомиссии, это совершенно нонсенс, это невозможно, этого нельзя допускать. Ну, собственно говоря, как на предыдущем заседании, на предыдущем заседании ОБСЕ Лаврова просто не пустили. Вот, ну, надо и дальше не пускать, чтобы, ну, нельзя, чтобы представитель страны-террориста выступал на каких-то вот таких международных площадках. Ну, мне кажется, если бы это было намного ярче, больше по всему миру, там Лаврова не пустили, потом Захарову не дали полетать над Болгарией. Знаете, если бы это еще больше нарастало, мне кажется, возможно, что-то и происходило об их мышлении. Ну, Игорь Александрович, напоследок хочу спросить, возможно, вам понятна тайна сеченских атак? Кто-то говорит, что это старую гвардию начинают теснить, а кто-то говорит, нет, это просто его личное такое вспыльчивое какое-то высказывание там в сторону Минфина и Центробанка. Ну, и как бы особо можно из этого и делать никаких выводов. Я думаю, что это проявление, это давнее проявление вот этой вот войны, значит, такой крайне сверхмилитаристской группировки, а Сечен принадлежит к такой сверхмилитаристской группировке против, значит, экономического блока правительства. Дело в том, что вот если посмотреть российский телевизор, то станет понятно, что для вот этой вот сверхмилитаристской группировки в России главным врагом является, значит, Набиулина и министр финансов России, то есть глава Центробанка и министр финансов России. Вот именно они являются главными врагами, потому что в России, в российском руководстве сегодня нет партии мира, но есть две партии. Одна партия – это партия той версии войны, которая ведется сейчас, то есть война, ну, доступна, скажем так, партией реальной войны. Но есть еще и партия такой, я бы сказал, мифологической войны, войны, которой быть не может, которую Россия вести не может, а именно партия тотальной войны, то есть те люди, которые требуют, значит, полной мобилизации, тотальной мобилизации, то есть увеличить армию на несколько миллионов человек, применить ядерное оружие, применить межконтинентальные баллистические ракеты и так далее. То есть, ну, это вот те люди, которые говорят, ну, мы сейчас воюем не полностью, мы воюем одной левой пяткой и так далее. Вот российский телевизор в значительной степени поддерживает именно эту позицию, которая постоянно говорит, что, так сказать, надо включать войну на полную мощность. Это иллюзия. Россия не может включить войну на полную мощность, потому что у нее этой полной мощности нет. Но есть люди, которые вот хотят вернуться к сталинским временам, что абсолютно невозможно. Вот Сечин представляет именно это крыло. Его поддерживает российский телевизор. То есть это, скажем так, борьба между сторонниками реальной войны, которую Россия ведет, и которую она только и может вести, и сторонниками некой такой вот той войны, которую Россия вести не может. То есть это война между реалистами, теми, кто сейчас воюет так, как может, и, я бы сказал, такими, значит, сторонниками мифической войны, тотальной войны, которую мог вести Сталин, но который сегодня не может по понятным причинам вести Путин. Сечин именно относится ко второй версии. То есть это человек, который не находится в сфере реальности, это человек, который благодаря Путину смог нахапать, просто украсть огромное состояние, и который на самом деле никогда на почве реальности не находился. Поэтому это вот война между такими двумя партиями войны. Друзья, Игорь Яковенко был с нами на связи. Игорь Александрович, вам благодарен за участие в этом общении. И, конечно же, зрителей призываю, друзья, не забудьте этому видео поставить лайк, подписаться на канал, и пишите ваши вопросы или комментарии. В следующих программах мы обязательно поднимем и попытаемся найти на них ответы. Игорь Александрович, вам желаю хорошей недели и до новых встреч на нашем канале Политакта.